всем привет вы находитесь на канале ремонт мбт сегодня у нас в ремонте паровая станция philips дефект заявленный пропадает пар после нескольких минут работы и сегодня мы будем разбираться с этим дефектом ну что ж пар появился и пропал пропал он до полного остывания и потом снова появился сейчас мы с вами опять подождали пока паровая станция остыла чтобы приступить к разборке так для разборки нам потребуется насадки торкс а также крестовая отвертка а как видите под резинными вставками есть самореза их тоже откручиваем теперь мы можем поднять верхнюю крышку слегка подавая ее лопатками они есть там защелочки снизу нужно поднять ее вверх сверху отодвигаем вот эти защелочки по краям а выступы вот эти заходят в пазы на корпусе дальше сбрасываем трубку аварийного клапана это в случае когда идет перегрев бойлера этот клапан открывается и давление пар сбрасывается через эту трубку вниз под станцию в этом аппарате самореза имеют разные длинные диаметры поэтому запоминайте где что стояло так это у нас для бачка водяного затвор фиксатор эта трубочка обратки ее можно снять может крутить я ее откручу для трубочка нужно для того чтобы когда помпа накачивает давление избыточное она наполнила бойлер и часть воды она продолжает качать чтобы эта вода куда-то уходила чтобы шланги не лопнули эта трубка нужно она подает эту воду обратно в резервуар для воды через запорный клапан отодвигаем белый элемент в сторону он фиксирует верхнюю и нижнюю часть вместе вот и теперь мы можем снять верхнюю часть снимаем трубку подачи воды чтобы она нам не мешала теперь нам нужно поднять с блока управления верхнюю крышку для этого провода все трубки убираем сторону откручиваем лишние элементы и снимаем верхнюю крышку дополнительные элементы и давльщики на ней меланской пляжи запомнили управление верхнюю крышку для трубки приводим� к крышку для трубки выпускаю маршрувная 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 того чтобы разобраться почему пропадает пар я хочу открутить бойлер и на его нижней части установлены два термореле и датчик почему я с них хочу начать чтобы понять проблема либо в электронике либо в терморелюшках которые на бойлере стоят может быть элементарный контакт для этого нужно добраться до них открутили мы наш бойлер теперь его аккуратно пытаемся снять в сторону нам мешает пробка выкручиваем пробку запомнить только когда паровая станция холодная и так вы видите два термореле керамических установлены снизу вот они и термодатчик проверим на всякий случай наши терморелюшки первое есть 2 тоже есть но этого следовало ждать потому что она все-таки греет паровая станция пара сначала идет потом пропадает то есть это логично чтобы холодную масса нет прозваниваться наша задача выяснить на горячую как это происходит для того чтобы проверить нашу паровую станцию в разобранном состоянии я хочу подключить подачу воды отдельной трубкой обмануть датчик уровня с помощью магнита обратку тоже придется подключить сейчас я это все сделаю и подключу тестер на бойлер что нам это даст мы узнаем поступает ли напряжение на нагревательный момент бойлера и какой момент она пропадает почему у нас пропадает вообще со временем работоспособность правой станции я беру обычный кусок магнита и прикручиваю скотчем к датчику уровня который собран на основе датчика холла хотя бывает и датчики на герконах если этого не сделать то паровая станция будет ругаться на то что отсутствует резервуар для воды а поставить мы его не можем потому что она у нас в разобранном состоянии теперь мы берем емкость с водой подключаем туда трубку для забора воды обратку убираем лишний шланг аварийного сброса давления также разбираемся с нашей проводкой которую накрутили нам нужно к ней подцепить тестер тестер я цепляю на выход с модуля именно до термореле чтобы понять вообще самого начала поступает ли на термореле напряжение если поступает то дальше уже смотрим на самом бойлере таким образом поэтапно мы удаляем лишние промежуточные звенья так мы все подключили закрутили пробку включаем сеть и ждем пока наша правая станция нагреется это нужно температуры и смотрим в момент отключения будет ли пропадание напряжения но пока все нормально щелкает у нас это электромагнитный клапан открывающий выход с бойлера пар идет ждем пока перестанет напряжение кстати подается как вы видите так ну вот у нас закончилась подача пара немножко подкачала воды помпа все я жму не открывается электромагнитный клапан а напряжение продолжает подаваться как только проблема появилась я на горячую залез прозвонил тестером терморелюшки терморелюшки оказались исправными сейчас я снова подцепил тестер и проверяю опять поступаете напряжение конкретно сейчас у нас на бойлер то подается напряжение то нет это связано с тем что он достиг рабочей температуры и питать его постоянно нет смысла то есть когда он немножко остывает термодатчик его сигнал передает что он остыл на мозг и мозг включает снова подачу напряжения и я пришел к выводу что проблема не в электронике а скорее всего в клапане в электромагнитном и сейчас мы эту идею проверим для этого нужно снять с клапана штатную проводку и включить его напрямую для этого я использую сетевой кабель с клеммами в нужный момент мы просто включаем его в розетку эти клапана рассчитаны на 220 вольт переменку и проверяем вот наша проблема локализована клапан должен щелкать болер у нас разогретый должен пар выходить а он не щелкает и соответственно не выходит то есть проблема в клапане и клапаном нам нужно заниматься чтобы разобраться какая проблема у нас клапаном для начала я хочу прозвонить его катушку катушка клапана ни на каких пределах измерения не прозванивается у меня есть другой клапан проверим сколько должно быть сопротивление на исправной катушке так сопротивление 2 и 2 килоома должно быть примерно значит проблема у нас с катушкой на клапане а